Привет-привет дорогие друзья! Хочу сказать, вчера вечером я монтировал видеоролик, даже это скорее было ночью, и залез в телеграм-канал, в мой чат, и мне там все забомбили одним видеороликом, который сегодня появился, кстати, тоже во всех остальных телеграм-каналах. Поэтому, друзья, если хотите быть в курсе первого всего того нового, что происходит, подписывайтесь на мой телеграм. Он в описании, как всегда. Соответственно, друзья, я взял данный видеоролик и тоже опубликовал в телеграм. Потом я лег спать, доделал свои дела с видео, и мне уже с утра буквально открываю телеграм-канал, и мне там в чате начинают писать. А, Тарас, почему ты не снял об этом видео? Почему ты не сделал это? Тебя запугало СБУ. Смею всех заверить, СБУ меня не запугивало, никакого влияния они на меня не имеют. И более того, смею заметить, что, несмотря на те достаточно критические материалы, которые я выдаю на сегодняшний день, СБУ мною не занимается, и никакого на меня давления, либо чего-то еще такого не оказывает. Не переживайте, все хорошо. Товарищ майор занимается настоящими коллаборантами и преступниками. И, соответственно, данный видеоролик, я думаю, если его кто-то не видел, то я вкратце перескажу, и дальше самая интересная реакция их руководства и реакция там даже есть некоторых властей наших. Там, соответственно, на видео видно, что человек, с ним разговаривают сотрудники центра комплектования, и в дальнейшем что-то там у них в беседе не заладилось, и когда, как говорится, кончаются аргументы нормальные, переходят к кулакам. Один из них бьет этого мужика, потом они начинают его валить, крутить, другой из них подходит и наносит ему еще вдогонку удар в голову. То есть вот такие вот герои, военные, работают в центре комплектования, которые втроем не стесняются избивать безоружного человека. Хотя они сами, я так понимаю, были вооружены, это видно на видео. Один из них был с автоматом, ну, наверное, это специально, чтобы людей запугивать. И, соответственно, какая появилась реакция от их руководства? Потому что, я так словно, по всем телеграм-каналам разлетелась данная информация. Черкаський областный ЦЦК. Щодо ситуации, что сталося поблизу торгового центра в местах Черкаса. Зазначаем. Это у них называется не избиение людини, побои людини, а это ситуация у них называется. Під час оповещения населення в рамках загальної мобилизації представники териториального центра комплектования звернули увагу на человека, який почав себе вести провокаційно, коли побачив військовослужбовців при виконанні службових обов'язків. Громадян почав ображати військовослужбовців, погрожив до физичной расправы, та заставав физичну силу до одного з військовослужбовців. У меня есть вопрос, есть видео, четко его все видели, где этот человек применял какую-то физическую силу, где это вообще, какая физическая сила. И очень бы хотелось не только эти посты видеть, а видеть фотографии этих мордоворотов избитых, где у них есть какие-то следы от общения с этим человеком. По поводу же того, что кто-то там думает, что все у нас идиоты в Украине, и никто ничего не понимает, это далеко, друзья, не так. У нас в Украине нормальный народ, и люди все видят, прекрасно и понимают. Эти рассказы о том, что якобы кто-то там кого-то обзывал, якобы кто-то там что-то говорил, нет этому никаких подтверждений, кроме самого вот этого поста. То есть написать завтра можно все, что угодно, что это на самом деле были не сотрудники центра комплектования, а, к примеру, инопланетяне. Громадян было затримано на місці події військовослужбовці ТЦК, выклакали представники в національній поліції. Прибывшие за выклаком войны, выбрали пояснення у участников події. Варто зазначити, что видео вырвано с контекста обставин, значительно ширше, а ниже показано в зазначенном фрагменте. Ну, как говорится, ждем видео полного, которое будет с нормальным контекстом и с нормальным содержанием. Там, где будет все видно и понятно. Как мы видим, ситуация плюс-минус такая, за то, что они избили втроем человека и крутили его, за это с ними произвели разъяснительную беседу, что так делать нельзя. Что они, я думаю, и так знали и понимали, что нельзя на камеру кого-то избивать. Они смотрят, что все нормально, можно человеку врезать. Никто не видит, никто это не замечает. А тут оказалась была какая-то камера наблюдения, и, соответственно, она их спалила. И после этого с ними произвели беседу на ту тему, что надо смотреть. Если вы такое делаете, что-то ужасное, нарушаете права граждан, то в этом случае надо смотреть, чтобы камер в следующий раз не было. Я думаю, скорее всего, такая там беседа была произведена. На это еще выдороговал Игорь Табурец, начальник Черкассской ОВА. Что до ситуации, что сталося поблизу торговельного центра в Черкассе. Но я хочу пояснить, что это не ситуация, это просто знущение с людьми, когда трое здоровых человек с автоматом и сбивают беспорадно беззахистного человека. А это не ситуация. Начну с головного. Мобилизация – это не каральный захист, не чаясь забаган. Тут я сгоден. Это життєво необходимость для нашей страны в час войны с российскими оккупантами. Это то, что нужно для нашей победы. И кроки за кроком выборяют реальные люди в реальных боях за нашу страну. Тут я тоже полностью согласен, потому что реальные люди там воюют, действительно. А те реальные люди, например, эти трое, которые должны воевать, априори, они не воюют. Вот это большой вопрос, почему это так. Чимая право цивильный, зневажного ты ставитесь до войскового при выконании службовых обовязков. Навіть якщо він вручає сповещення. Моя відповідь не. Конечно, доказательств никаких этому нету, что кто-то там до кого-то зневажного ставился. И более того, я хочу объяснить одну вещь, очень простую. Потому что даже если кто-то там, что-то там им сказал, и они не могут себя держать в руках, то зачем их вообще туда взяли на работу? Даже если бы он там сказал какое-то плохое слово некультурное, так это надо взять его втроем и избить. То есть получается, тут идет такая логика плюс-минус в его посте о том, что если, соответственно, обидели военного, то получается, он может дать сдачу. Вот такая вот логика. Как говорится, законы у нас не работают полностью. Чимая право військово реагувати так, как мы бачили на видео? Моя відповідь не. Ну тут, как говорится, хоть чуть-чуть он за простых людей заступился. Официальную оценку цей ситуации ты ее участникам даст службовая переверка, яка уже распочата в Черкаському областному территориальному центру комплектования это социальные підтримки, а також правоохоронні органы є заява від обох сторін. То есть уровень цинизма, щоб ви все поняли, они его избили вначале, а потом еще они на него и написали заявление. Это же, наверное, они не сами это придумали, вот эти вот три гаврика. Это, я думаю, их руководство натолкнуло на такую замечательную мысль, что надо как-то себя, скажем так, отмазать, чтобы ничего не было, и написать заявление. У нас моя бути нулева толерантность до порушень и беззакония. Тут я тоже полностью согласен. Вот у меня есть один вопрос. У нас в Одессе происходят вот эти, как они любят говорить, ситуации. Постоянно что-то там центр комплектования нарушает. Уже про эту Одессу мне все пишут, что у вас там такое происходит, объясни, это вообще правда или нет. И, соответственно, вот есть у нас такой ген от Руханова, ведь вы все помните о нем. И вот у меня вопрос. Я за него, честно, никогда не голосовал, но я уверен, что есть люди среди моих зрителей, которые за него голосовали. Он хоть как-то, хоть даже вот как вот этот Игорь, их там местный какой-то начальник, заступился за простых людей. Он хоть написал в каком-то посте о том, что это неправильно то, что происходит. Потому что когда там трое-четыре человека хватают кого-то, куда-то вволочат. Вот эти последние случаи, которые происходили в центре комплектования. Что, может, он бы возмутился. Все-таки его же выбрали люди. Он же должен за этих людей стоять. А он вместо этого, как в одном из моих видеороликов давнешних я рассказывал, берет и выделяет деньги на ремонт центра комплектования Суворовского района. На сегодняшний день эта организация, центра комплектования ее ненавидят все. От военных до гражданских. И тут такое, знаете, сделать. Ну, у меня, честно сказать, в очередной раз создается ощущение, что они живут где-то там, а мы живем где-то здесь. И они где-то там абсолютно не понимают, что у нас в стране на сегодняшний день происходит. И в конце я немного еще скажу мое мнение, как они любят говорить по данной ситуации. Я считаю, что в данных ситуациях должны разбираться в первую очередь правоохранительные органы. И, кстати, это не должна быть полиция. Есть так называемое государственное бюро расследований. Все вот эти преступления, которые совершают военные, потому что не надо быть адвокатом для того, чтобы видеть то, что на данном видеоролике происходит, это реально является преступлением. То, что совершают эти сотрудники центра комплектования. Реакции никакой нет. Также, повторюсь, и в Одессе. По всем этим случаям ужасным от правоохранительных органов реакции тоже никакой нет. То есть они это все не видят. Зато, когда там у них, у военных между собой, начинаются какие-то разборки, последние там случаи, наверное, три было. Что там кто-то кого-то бьет, какой-то командир каких-то срочников, какого-то там они еще мобилизованного побили. Но это те случаи громкие, которые были. Я у себя их на канале не обсуждал, потому что и так достаточно, кто их обговаривал и обсуждал. Немножко немая тема. То есть получается, что когда военные там что-то с ними происходит, тут у нас все инстанции выходят. То есть жизнь военного получается лучше, чем и нужнее, чем жизнь гражданского на сегодняшний день. Вот это такое единственное я могу сделать вывод. Потому что нет реакции от наших правоохранительных органов. Нет никаких задержаний. Не особенно по Одессе, хочу сказать. Это, конечно, их там разовый случай. Мне, кстати, писали в комментариях, что может это приехали из Одессы наши сотрудники центра комплектования. Не знаю, честно. Давайте, наверное, в конце видеоролика небольшой лайфхак, который я посмотрел тоже, понятно, в телеграм-канале. Там прикалывается кто-то и рассказывает, как скрыться от центра комплектования. Приятного просмотра, друзья. Всем всего самого наилучшего. Отличная силиконовая маска, которой вы просто офигеете. Ее очень сложно отличить от настоящего лица, особенно если как следует замаскировать аксессуарами. Надевать лучше на какую-нибудь шапку или лыжную маску, тогда при надевании не будет драть волосы, и плюс в лыжной маске не так потеешь от постоянного контакта с силиконом. Стоит эта маска немало, однако если сравнивать с американскими аналогами, то она просто копеечная получается. Хороший вариант, если нужно замаскироваться под старинку.